Всем привет! Ну что, сегодня красные штаны. Они, правда, мне немножко великоваты. Ну, решила их выгулять. Знаете, настроение, правда, не для ярких штанов и одёжек, потому что как-то немножко голова побаливает. Наверное, от всяких мыслей невозможно так расслабиться, чтобы просто речь перед телевизором и отдохнуть пару дней хотя бы. Вот, навис. Да, муж сегодня его плохо выгулял, поэтому мне придётся сейчас идти с бусиком по дороге. Не знаю, буду снимать, не снимать. Может быть, включу английский. И знаете, вот по поводу красных штанов. Мне мама всегда в детстве говорила, дурак и дурак красный любит. Ну, с таким подтекстом, мол, не выделяйся. Хотя у меня отец ходил за границу, привозил модные тряпки. Вот. И как-то, знаете, такая была психология. Серенькие эти формы, коричневенькие, да. Мы там сами старались украшать себя бантиками. Я себе фартушки шила с рюшками. А сейчас, наоборот, носят люди в основном только то, что хотят, в чём им удобно. И, в общем-то, стараются плевать на чужое мнение, даже на мнение своих родителей или родственников. А вот это вот, знаете, психология, не выделяйся. И когда ребёнку, вот, просто так вспомнила. Всё запрещают, например, я хотела заниматься танцами, фигурным катанием, балетом. А меня отправили на музыку. Конечно, я сейчас благодарна, но почему такого не было внимания к моим желаниям. Либо, например, я хотела поступать в театральный, но мне говорили тоже, не выделяйся, это не профессия. Я, например, очень хорошо пела в детстве, и можно было бы меня раскрутить, и деньги были для этого и средства. То есть я была солисткой в хоре. Либо сделать из меня, знаете, такую хотя бы звёздочку местного масштаба, хотя бы на областном телевидении. Ну, тоже этому как-то никто не придавал значения. Ну, вот как-то так. Поэтому, у кого есть дети, обращайте на них внимание и обращайте внимание на их желания. Потому что дети вырастают, знаете, и забыть то, что тебе не дали родители в плане того, что не прислушались к тебе, не учитывали твою волю, твой возраст и твои предпочтения. Это потом помнится всю жизнь. И потом ты с этими своими комплексами стараешься сама выгребать. Знаете, кто-то сможет подняться наверх, вопреки всему, а кто-то, наоборот, загонит себя в ещё большую депрессию. Поэтому не старайтесь сломать своих детей, своих близких. То есть, ваше желание, это не их желание. Ну, а мы пойдём гулять. Сегодня целый день изучала эту Алексу, как она работает. Видите, какие шаровары у меня. Но я их немножко приспустила, правда, вниз. Это мой размер, вообще-то. Немножко широковатый, великоватый, но ничего. И так сойдёт. Бузьки тоже надела красную шлейку. Изучала Алексу, конечно, у неё много возможностей. Были бы деньги, знаете, туда покупаются ещё разные девайсы. Вплоть до того, что можно регулировать голосом включение света. Например, ты заходишь в ванную, свет включается, выходишь, выключается. Либо голосом контролируешь телевизор. Включи мне телевизор. Ну, и многие другие приколы. Например, температуру в доме. Но, как бы, на всё на это нужны деньги. Эта система называется «Умный дом». Ну, пока что у меня Алекса делает то, что я ей скажу. Она может выйти, кстати, на YouTube. Сегодня нашла певицу Адель. Я пока готовила завтрак, слушала. Я даже смогла позвонить своему мужу через эту Алексу. Так что, ну, такая вот игрушка. А, Гуся, пойдём, там дети играются. Пойдём. Уже дома, на улице ничего не снимала. И уже вечер, как бы, почти ночь, как вы видите. Сегодня я не собиралась выходить в эфир, потому что я совсем не позитивный блогер. Вообще, мне иногда кажется, что я занимаюсь чем-то не тем. Мне бы хотелось делать такой серьёзный информационный контент. Ну, как вы понимаете, сейчас это без поддержки, без больших вложений, без крышек. Снимать это невозможно, потому что тебя либо удалят, либо тебя там загонят в какие-то там позиции, или что ты, скажем так, не поддерживаешь официальную пропаганду, да, скажем так. Вот, и иногда я себя чувствую в качестве клоуна, который снимает, как он стирает, как он умирает, как он гуляет с собакой, и о чём-то там рассуждает. Да, к сожалению, вот такие вот мысли ко мне приходят. И вообще, знаете, 200 просмотров за сутки, и вот последнее видео, казалось бы, интересное, весёлое, но это вообще ни о чём. И я думаю, на что я вообще трачу своё время, свою жизнь, знаете. Но дело в том, что вчера я не читала комменты, сегодня почитала. И знаете, эти комменты до слёз, насколько они добрые, насколько они позитивные, и как люди меня стараются поддержать, и какие мне хорошие вещи пишут. Да, я тоже бываю иногда слаба. Мне говорят, ты сильная женщина. А я бываю совсем не сильной. Муж сейчас пришёл с работы, такой весь недовольный. А я на него наорала, потому что я хочу, чтобы он приходил домой с улыбкой, поцеловал меня, а потом уже решал свои проблемы. Но он уставший был, и я когда наорала, говорю себе, Света, стоп. Это уже пожилой человек, и он бьётся за каждую копейку. Я ему сказал, сколько тебе нужно денег, я тебе дам, чтобы ты от меня отстал, и чтобы я забрала собаку и начала жить своей жизнью. Вплоть до этого. Я бываю, знаете, не сдержанной в словах. А сейчас он звонит на Амазон. Дело в том, что нам пришла, прислали счёт. Я там покупки не делала, не делала. Этот счёт, значит, там такой текст. Счёт неконтролируемый. Если вы чувствуете подлох, позвоните в такую-то службу. И вот сейчас он пришёл с работы и звонит на Амазон, звонит в банк, чтобы отменить этот счёт. Счёт пришёл на 8 долларов. То есть он бьётся за каждую, как у нас говорят, за каждую копейку. Маникюр сняла. Нужно ногтики подлечить. Кстати, все пальчики мои отрасли, а не хоризиса. Просто сейчас их нужно немножко подлечить. Вот. И, знаете, у меня такие вообще целый день какие-то мысли мрачные. Сейчас ходят всякие такие версии, что все эти войны, в принципе, были запланированы, чтобы в некоторых странах устроить все эти революции, войны, разгромы. Чтобы пришло в результате мировое правительство, единая валюта и цифровое рабство. Напишите, что вы об этом думаете. И чтобы всех нас как бы шокировать, да, и в результате чего мы бы согласились со всем этим, нас начинают к этому немного подготавливать. То есть сейчас уже говорят о новом вирусе, который может нас заблокировать. Опять всех. Как говорят уже о пришельцах, да, все эти воздушные шарики. Все ждали, какова будет реакция. Опять же, все больше людей остаются недовольными, потому что на социальные нужды уделяется все меньше и меньше денег, а на военную промышленность все больше и больше. И, кстати, меня это очень радует, что люди прозревают и как бы выражают свое недовольство. Сейчас уже есть надежда, что на YouTube также изменится политика. Что еще хочу сказать, сейчас уже становятся публичными данные, которые также обговариваются в американском конгрессе. Я оперирую, скажем так, информацией блогера, который работает в Брюсселе и который предоставляет определенные документы и доказательства. Иначе бы я об этом не говорила. И вот в результате всех этих пандемий, всех этих принудительных вакцинаций, как бы боюсь еще это слово произносить, оказывается, что очень много мужчин пострадало в том числе. Просто они внезапно умирали. Например, мужчины от 40 до 50 лет, 20% из этих мужчин, они получили сердечные приступы. А от 50 до 65, там инсульты, там 15% пострадавших мужчин. Вот такая вот статистика печальная. И когда шли все эти эксперименты, были последствия для организма человека, которые усугубляли, скажем так, все эти болезни 500 раз. Но тем не менее, нам всем навязывали вот эти вот как бы средства, локализацию. А причем пожаловаться в фармкомпании, да, было невозможно. То есть ты должен был сам принимать решение в контексте того, что это выглядело как принудительная акция. Сейчас даже в США въехать, например, по первой грин-карте, если ты выиграл грин-карту, если я не ошибаюсь, без всех этих вакцинаций въехать невозможно. Вот. И поэтому, знаете, какие-то у меня мысли такие. Я думала, почему я заговорила о своем детстве. Знаете, вот меня в детстве ломали. И сейчас у меня такой период, что я могла бы порадоваться, как и многие из нас. Меня смотрят люди, я надеюсь, взрослого возраста, когда дети уже выросли, когда есть определенные какие-то достижения в жизни. Ну, например, я говорю о себе. Слава Богу, все здоровы. Крыша есть над головой, есть что кушать. Но все равно ты не можешь жить спокойно, потому что, например, войны продолжаются, да, все равно я должна думать о тех людях, которые остаются в Украине. Кто-то думает о тех людях, которые остаются в Донбассе, в Донецке, которые бомбят каждый день. Кто-то думает о том, будет ли Третья мировая. Понимаете? То есть просто нам не дают спокойно жить и опять нас стараются ломать. Вот такое вот мое видео сегодня. Я работаю по дому. Собрала мусор. У меня там стираются ботинки. Пособирала. Еще нужно две стирки разобрать. Мужа я подошла, поцеловала. Я понимаю, что он уставший. Всем вам желаю здоровья. Спасибо за понимание. Завтра будет веселее. Пишите, что думаете. Ну, давайте перейдем немножко на другую тему. То есть я как бы так просмотрела некоторые комментарии. У меня там одна девочка попросила оставить рецепт, так, чтобы закончить на позитивной ноте. Рецепт, как я засолила брюшки лосося. Все очень просто. На 500 грамм лосося брюшки промыли. Мы выклали их на полотенце, чтобы они немножко просушились. Но я это не делала, честно говоря. Я просто бросила на сито. Столовая ложка соли. У меня соль морская была. Такая, знаете, ее нужно крутить. Я накрутила столовую ложку морской соли. Меня спросили про ядированную соль. Я боюсь, что она будет разъедать. И одна треть сахара. Вот все это перемешать. Добавить можно черный перец. Я добавила, у меня был красный перец, копченый, да? И черный немножко. Все это перемешать. Потом каждое брюшко нужно вывалить в этой смеси. Все это сложить в баночку, либо в какую-то мисочку, накрыть пищевой пленкой и на сутки в холодильник. Потом вы все это достаете из холодильника, сливаете жидкость, и ваше блюдо готово. Брюшко лосося, они у нас стоят, мы покупали по 5, ну, плюс наценка 6 долларов за полкилограмма. Это значительно дешевле, чем, ну, просто лосось. Сейчас рыба здесь очень подорожала, поэтому я думаю в следующий раз тоже подъехать в этот рыбный магазин. Он не совсем рыбный, это универсальный магазин, скажем так. Там продается хорошая рыба. Я тоже думаю накупить этих брюшек, потому что можно сделать и горячее блюдо, ну, как гарнир, да? Просто обжарить с луком, с какой-то подливкой, либо просто эти брюшка засолить. Я эти брюшка засолила и сделала просто как салат, знаете, как с селедкой мы делаем. Добавила лук, кинзу и укроп. Как это называется? Петрушку. Вот. Поэтому, да, давайте радоваться таким мелочам, что мы можем себе позволить вкусно покушать. Пусть будет мир. Подписывайтесь на мой канал, немножко такое видео, знаете, не очень весело. Кстати, муж мой все-таки дозвонился в банк, и мы с ним поговорили. Дело в том, что первый билл, платеж с Амазон, пришел на доллар с чем-то. И мой муж подумал, ну, бог с ним, доллар как бы, ну, ладно, заплачу доллар. И вот второй платеж пришел уже почти на 8 долларов. И меня муж спрашивает, ты что-то покупала на Амазон? Я говорю, нет. И тогда он начал уже звонить в банк. И мой муж говорит, что вот, может быть, мошенники подумали, прошел доллар, теперь мы пришлем билл на 8 долларов. И если там миллион клиентов, вот посчитайте, какие деньги можно на этом заработать. Поэтому он этот билл отменил. Этот платеж звонил в банк, дозвонился. Они поставили это на контроль. Мой муж спросил, или я что-то на Амазон покупала. Я ему ответила, что в любом случае я бы об этом ему сказала. Никаких тайных покупок я не делаю. без ведома моего мужа, то ли со своей карточки, а у меня есть своя кредитная карточка, то ли с нашей общей кредитной карточкой. То есть мы живем вместе, мы считаем вместе доходы и расходы. Вот. И я как бы отдаю ему должное, то, что он такой дотошный. И вот все-таки, знаете как, добивается своего, да. Не у каждого хватило бы терпения вот так вот звонить в банк в течение 40 минут, а там автоответчики в основном. И нужно подождать, пока тебя наконец переключат на оператора. Вот такая ситуация. Поэтому аккуратнее будьте самозор. На этом заканчиваю. Всех люблю. Спасибо, что вы слушали. Такое видео немножко, знаете как, не очень симпатичное. и я такая вся в домашнем как бы. Ну ничего, завтра будет новый день. Увидимся. Берегите себя, берегите своих близких. Пусть у вас все будет хорошо и даже замечательно. С любовью и США. Подписывайтесь. Быстро ко мне! Это кто брал? Кто это брал? Кто это украл опять? Зажигалку мамину. Кто это украл, плохая собака? Ой, какая плохая собака! Нельзя это делать! Нельзя! Кто вор у нас? Кто у нас вор? Плохая собака какая! Нельзя это делать! Нельзя! Ты меня понял? О, какая мама с тобой! Ты все понял? Нельзя! Мама отлучилась на минуту! Ты уже стащил! Это опасно! Это нельзя! Все, все, все! Все, выслушала! Выслушала! Пошел делами заниматься! Кто там, Буся такой? Кто там такой? Воу-воу-воу! Некса тусят и ни о какой политике не думает. Вот так и доложить. Весело. Давай, что-то захандрило сегодня. Не надо, извините. Это все! Воу! 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 Продолжение следует...